МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проект, направленный на то, чтобы наше общество было единым, я думаю, состоялся. В Десногорске завершает работу проекта Росатома. Для нас важно в спорте, это должен побеждать красота спорта. Баскетбольные баталии в Десногорске. Три, четыре, раз, поехали! ФИЗИЧЕСКИЙ ПУСК ЧЕТВЕРТОГО ЭНЕРГОБЛОКА РОСТОВСКОЙ АЭС 19 декабря глава региона Алексей Островский встретился с журналистами на итоговой пресс-конференции. Вопросы журналистов касались политической и социально-экономической жизни Смоленской области. Были затронуты и острые вопросы, волнующие многих смолян, в том числе состояние Смоленской крепостной стены. Губернатор рассказал, что Российское военно-историческое общество готово финансировать реставрацию крепостной стены. Сегодня на площади у администрации Десногорска состоялось официальное открытие главной новогодней ёлки. Подробности в репортаже. На первом новогоднем празднике города маленьких десногорцев развлекали главные герои Дед Мороз, Снегурочка и Зимушка-Зима. Под веселую музыку ребята смогли потанцевать и поучаствовать в веселых конкурсах. Вместе со сказочными героями ребята зажгли огни на главной городской еле. Завершился праздник сладкими гостинцами от Деда Мороза. Этот традиционный яркий праздник открыл декаду новогоднего детского веселья, который они ждут целый год. В Смоленском онкологическом диспансере прошла научно-практическая конференция. Врачи обсудили вопросы, связанные с лечением рака кишечника, а также об инновациях в его лечении. В онкодиспансере ежегодно внедряются современные методы лечения – хирургические, радиологические и лекарственные. Применяются эндоскопические операции, которые позволяют сократить послеоперационный период и облегчить течение. Целый год школьники создавали видеоролики о первостроителях нашего города. Пришло время подводить итоги. В школах Десногорска проходит чествование участников этого проекта. Мы расскажем вам, как проходила встреча во второй школе. В каждом образовательном учреждении итоговые встречи проходят по своему оригинальному сценарию. Во второй школе в уютной обстановке за чаепитием собрались все участники, которых объединил проект «Слава Созидателям» 2017 года. Школьники, созидатели, педагоги, руководители творческих групп. Содержанием видеороликов стали удивительные истории о личном вкладе ветеранов педагогического труда и первостроителей в создание и развитие нашего города. Для второй школы работа в проекте особенно значима. Коллектив отмечает юбилей. В этом году и тоже в декабре месяце наша школа тоже будет отмечать очередной юбилей. Вы все знаете, что нам в этом году в декабре 35 лет. И многими героями сюжета стали наши учителя, ветераны педагогического труда. И мы благодарны вам, что вы рассказали детям о том, как рождалась, как развивалась наша вторая школа. Проект работает уже второй год и вовлекает в производство все больше юных десногорцев. У нас в этом году снято 114 роликов, а с учетом прошлого года их порядка 300. Вы задумаетесь, да? 300 роликов. Это не просто ролики, это 300 бесед, 300 общений с теми людьми, которые строили этот город, которые его благоустраивали, делали его таким красивым, зеленым, как он есть на сегодня. Героями видеороликов стали люди, которые пользуются в нашем городе заслуженным уважением. И они чувствуют ответственность за оказанное им доверие. Я хочу, чтобы жизнь продолжалась. Я хочу, чтобы люди делились опытом. Я хочу, чтобы наши дети созидали, чтобы не допускали каких-то тех промахов и ошибок, которые есть у нас, чтобы они учились у нас, чтобы все были счастливы, чтобы они оправдывали наши надежды, надежды своих близких, родителей. Для молодого поколения участие в проектах «Росатома» тоже имеет большое значение. Такого строгого человека, такую нежность, любовь к детям, причем любовь не только к своим, но и к тем, кого она выпустила и учит до сих пор. Конечно, я хочу стать журналистом. Я буду стараться делать все для этого. Я уже подготавливаю свои документы. И, конечно, хочется сказать огромное спасибо тем представителям, которые создают такие конкурсы. В следующем году проект продолжит свою работу. Задержан житель Дорогобужа, который находил и реставрировал старинные винтовки, а затем продавал их. Сотрудники полиции задержали 38-летнего мужчину. У него дома обнаружен станок для реставрации оружия. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение и сбыт оружия». Ему грозит до четырех лет лишения свободы. Страшное ДТП произошло 19 декабря в Кордымовском районе. Водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик «Газ-Валдай». В результате ДТП пятеро человек, которые находились в легковом автомобиле, погибли. Водитель «Газа» не пострадал. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Автоинспекторы призывают водителей соблюдать скоростной режим, не совершать на дорогах резких маневров, чтобы избежать заноса. А сейчас новости спорта. Минувшее воскресенье Десногорск стал площадкой для проведения соревнований Открытой лиги Смоленской области по баскетболу. Подробности в нашем сюжете. В физкультурно-оздоровительном комплексе Десна прошла игра Открытой лиги по баскетболу. Наша команда – лидер на данном турнире. На ее счету уже девять побед и ни одного поражения. 17 декабря она встретилась с командой «Техстрой» из Смоленска. В первой четверти десногорцы сыграли максимально собрано. Счет на табло – 21-10. Во второй четверти команда «Техстрой» начала нагнетать давление на наше кольцо. Счет – 36-24. Но за дел первых десяти минут встречи продолжал сохранять за хозяевами площадки преимущества. Последние два периода команда «Сайс» активно вела борьбу и не оставила сопернику никаких шансов. Итог встречи – 70-51 в пользу Десногорска. В команде особо отличился Александр Филин. На его счету – 21 очко. Нашу сборную активно поддерживали юные баскетболисты и их родители. Мне очень нравится, что здесь соревнования, где играет мой трейлер. Для нас важно в спорте – это должен побеждать красота спорта, красота матча. Вот здесь, хотя мы десногорцы, но болеем всегда за спорт. Очень динамичная игра. Команда соперника очень быстрая, грамотная. Нам пришлось очень тяжело. Особенно в начале игры. Не смогли использовать свои преимущества. Команда соперника грамотно использовала свои преимущества. Это вылилось в результаты матча. Довольно-таки крепкая команда. Хоть и не так часто удается тренироваться вместе, но понимаем друг друга. Хорошо бежим. Найти до финала – это наша главная задача. 22 декабря нашей команде предстоит встретиться с равным по силе соперником командой Смоленского государственного университета, у которой также ни одного поражения. Болеем за наших. На Ростовской АЭС начался физический пуск энергоблока номер 4. Эта процедура знаменует собой начало большого этапа работ по подготовке к энергопуску и начало выработки электроэнергии. Три, четыре, раз. Поехали! Это слово впервые стало ассоциироваться с великими делами, слетев с уст Юрия Гагарина в далеком 1961 году. Тогда оно положило начало новой эре освоения космоса человеком. Сейчас дало старт физическому пуску четвертого энергоблока Ростовской АЭС. И запуск первого пилотируемого космического корабля и ювелирное опускание первой тепловыделяющей сборки в корпус реактора ждали с одинаковым нетерпением и волнением. А как же иначе? Ведь площадка Ростовской АЭС уникальна. Только здесь и больше нигде в мире за семь лет были пущены сразу три энергоблока. На строительстве Ростова-2 возрождалась атомная энергетика, инжиниринг, сооружение атомных станций и проектирование атомных станций. Прошло 10 лет и уже более 10 гигаватт мощностей построено и в России, и в разных странах мира. Это большая победа. Россия сегодня номер один по проектированию сооружений атомных станций и вообще по многим показателям атомной энергетики. Физический пуск – это первая стадия подготовки энергоблока к началу выработки электроэнергии. В течение 25 дней в реактор будут загружены 163 топливные кассеты и определены характеристики активной зоны. Затем энергоблок будет выведен на минимально контролируемый уровень мощности. По мнению атомщиков, именно на этом этапе ответственность за результат возрастает в разы. И специалисты Ростовской АЭС, как никто другой, знают, как обеспечить потребителей безопасной электроэнергией. Ростовская атомная станция в составе четырех энергоблоков является одной из лучших в России по показателям безопасности и эффективности. Сегодня Ростовская АЭС – это основа энергобезопасности всего юга России. Выработанная ею энергия поступает в Ростовскую и Волгоградскую области, Краснодарский и Ставропольский край. С вводом в эксплуатацию нового энергоблока доля станции в производстве электроэнергии в регионе увеличится с 46 до 54%. При этом сама Ростовская область войдет в десятку российских регионов-лидеров по объему генерации. Это все новости на сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disneyadefistv.ru Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин